Евангелие Матфея, глава девятая Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели, и, видя веру их, Иисус сказал расслабленному, Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои. При этом некоторые из книжников сказали сами в себе, он богохульствует. И Иисус же, видя помышления их, сказал, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора, пошлин по имени Матфея, и говорит ему, иди за мной. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлеглись с ним и учениками его. Увидев это, фарисеи сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? И Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое. Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь, ему говорил, — дочь моя теперь умирает, но прийди, возложи на нее руку твою, и она будет жива. И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подошедшись сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе, — если только прикоснусь к одежде его выздоровью. И Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, — Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им, — Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит, — и смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, вошед, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух об этом по всей той земле. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, — Помилуй нас, Иисус, сын Давида! Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, — Веруете ли, что я могу это сделать? Они говорят ему, — Ей, Господи! Тогда он коснулся глаз их и сказал, — По вере вашей да будет вам. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им, — Смотрите, чтобы никто не узнал. А они вышедши разгласили о нем по всей той земле. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, — Никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили, — Он изгоняет бесов силой князя бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим, — жатвы много. А делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою.